Ребята, привет! Привет! Отлично! У меня к вам вопрос. Что влияло на каждое из вас выбор быть музыкантом? Конечно, вопрос тяжелый. Мне тяжело сказать. Естественно, я думаю, что для каждого в определенном возрасте, у кого раньше, у кого позже, это музыка, которая очень сильно зацепила. То есть зацепила настолько, что возникло желание. Это только музыка может быть и ничто другое, соответственно. Никаких других посылов вряд ли, я думаю. Каждый из нас скажет, что это. Мы взяли на акшен, насправде. Меня музыка нацепляла. Я просто хотел разыграться, я функционирую инструмент. Вот и все. Вообще, мы взялись просто на вид. Он ее с детства ненавидит. Почему он ненавидит? Мишра этой помогает мне в свою личность? Когда как? Сначала помогает, потом... Что это, как? Да. Нет, это зависит от второй половины. Если музыка начинает мешать личной жизни, значит это не так. ты добирана личная жизнь. Так а как она может допомогать в особистом жизни? Ну, кто-то знаешь. Вот я у меня женщина, и у меня что, знаешь, что лучше получается будет? Ну, у меня получается. Не, подожди, подпад. Музыку может быть лучше. У вас могут быть общие интересы, понимаешь? Что не очень, наверное, тоже может быть хорошо. Знаешь, все время говоришь об одном и том. Особисто у меня, особистое життя допомогает я не знаю. Ну, я его трассирую. Так, у ребятизу я пошел. У меня дружина, она дуже досвеченный музыкант. Дуже досвечена по музичной теории. И тому она мне дуже допомогает правильно складывать песни, бэк-вокалы и все. В общем, она инспирант. Ревизор. Она мое особистое. Кого вы считаете лидером вашей группы? Костя, он создал эту группу. Это его детище. Так сказать. Лично мое мнение. Да, я показал. Костя! Со следующей недели работаем без выходных. Есть, шеф! У вас сегодня презентация альбома. Расскажите предысторию. Как все начиналось? Начинался альбом или вообще в целом? Как создавались песни и альбомы? Как вы их выбирали? Да, процесс создания альбома был очень длинный. Он растянулся на несколько лет. В процессе сочинения и написания этого альбома поменялось несколько составов. Приходили музыканты новые, добавляли что-то новое. В результате песни немножко менялись, обретались новые черты. И в конце концов альбом получился. Короче, добрый процесс был. А были ли какие-то интересные капусы? Ну да, вина обращалась. Если нас цепь переломал уже. А кроме этого? Кроме этого, наш клавишник Марат записал все клавишные партии в маске коня. Не знаю, чтобы не видеть и лучше слышать. Одно откровение отключаешь, а второе и начинается. Все могут зайти на наш видеоплод на сайте и увидеть как это происходило. Планируете ли съемку клипа? Пока не скажем. Пока не скажем. Это все в принципе. Это из песни из альбома все вы скажете, но чуть-чуть, чуть-чуть какая-то еще. Съемку. Съемку. Когда снимем, когда все это сделается. В ближайшие несколько месяцев может быть полгода. Как повезет. Ну, мало ли, вроде, не все уроки. Ну, кинься руку, мало ли. В любом случае, это как порой. А планируете ли, только не на студентации? Да. Есть уже какие-то города? Так, не стояло. Да, ты откуда не видишь? Я вижу. А какие города? Одесса, Львик, Харькин. Что еще осталось? Нет. Ну, пока формируется список. То есть пока не осталось. Я чекаю. Чекаю. Все. Европу плановимо так. В этом году или следующем? Есть некоторые предложения на лето, но они еще тоже в процессе обработки и организации, поэтому сказать сейчас точно сложно. Но все в активной фазе. По поводу лета. Нет ли вы выступать на каких-то фестивалях? Если получится, то да. Но мы разослали много заявок на разные фестивали. И увидим, что из этого всего получится. Еще нет. Пока что конкретно ничего. Что вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Для нас это особенный концерт. В нашей истории, в нашей группе еще не было концерта подобного плана, который бы мы организовывали сами. То есть наша группа, наша команда такого масштаба концерт делает впервые. Поэтому наши ожидания это как вот Новый год, как Дед Мороз. Мы ожидаем праздника. Мы ожидаем ярких впечатлений. Мы ожидаем просто задовольнуто будет сразу. И самому, которым это задовольный выстрел. То есть просто. То есть дать людям положительные эмоции и получить послушательную отдачу. Потому что эта энергетика, она всегда, если она есть, и музыканты всегда чувствуют. Мы хотим зарядить и зарядиться. А не возникало желание с кем-то в этом спить? Какой-то чем? Да, конечно. Уже есть по таким дуэтам. У нас правильно. Костя? Да, потому что мы с твоим дуэтом. У нас кем еще не спит? Все, это я. Ну, бабки не спит. Ну, у меня тогда. Лабада. Ну, она неплохо спит, может быть. Какая такая? Я же скажу. Я думаю, что дуэтом будет росло. Спит? Не надо. Я говорю, все, а почему мне с Кристиной и Левой? Мы, до речи, с ней в одном разу репетировали на Димбассе. То есть, мы в Димбассе… Так что уже дуэт так состоялся завтра. Музычно мы в третий анализ. Какое будущее вы видите в Москве? Ну, полет через пять. Я надеюсь, что будет записано… Что светлое. Много альбомов. Я думаю, что будет больше масштабных классных концертов. Я думаю, что мы еще больше вырастим, как музыканты. И еще лучше заявим о себе во всем мире. Мы поддерживаем только они. С каждым альбомом выдавать все более качественный продукт. Как студийный, так и каждое живое выступление, которое оно есть. Чтобы оно было лучше предыдущего всегда. Потому что нету вот этого вот предела. Его не существует на самом деле. То есть, сегодня отыграем классно. Следующий концерт должен быть еще лучше. Так по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам. Вам тут все еще лучше? Конечно. Это абсолютно нормальное как бы стремление. И только так, а не по-другому. Так что десь вот этот час, через роки пять, я планую уже мати третий тур по Японии. Почему Япония? Япония особенно странная такая. У нас тут диски пойдешь. Ударайся, уходи. Распомидаем на диске, да. У нас, в частности, третий альбом, Absolute Clarity новый, который недавно вышел. Он очень большую популярность и спрос получил в Японии. То есть, мы большую часть нашего тиража отправили туда и 20 апреля, как плюс ко всему, планируется издание этого альбома на японском лейбле в виде специального японского ревиза. И там будет два трека новых. Многих. Тихо-май, на чем выходит. Да, да. Япония спешит эту песню на японском. Без вашего альбома перевести. Да, Костя, душа спевает. Я могу спеть его по-японски, но ни один японец не поймет, что я спешу. А тем более украинец. Украинец поймет. Ну и напоследок, что вы пожелаете с вами? Счастья, здоровья, брат, привет. Не, я скажу. Что мы пожелаем слушателям, ходите на концерты отечественных коллективов. Поддерживайте тяжелую, тяжелую нашу сцену. Потому что без вашей поддержки, как бы, нет смысла существования группы. То есть, если группа выдает качественный материал при условии только этого. Потому что, естественно, никто не будет ходить на низкоуровневые группы. Это понятно. Если группа выдает качественный материал и в силу каких-то там причин. Потому что, ну вот кто-то, фирма приезжает, я лучше пойду на фирму. Там что там? Это наше, наше говно. Не нужно относиться к нашему отечественному, потому что это еще старый совковый менталитет. А, ну если наше, то это говно. Нет, ребята, это не так. Ходите на наши отечественные группы. Я не делаю, как бы, пиар отдельно нашей группе. Я просто говорю о всей тяжелой сцене Украины. Очень много достойных коллективов. И не только о тяжелой сцене, вообще о украинской сцене музыкальной. Ходите на наших. На фирму. Фирма есть фирма. Она никуда не денется. Они приезжали и будут приезжать. Потому что они тоже, как бы, зарабатывают по всему миру. Но хотите, поддерживайте наших музыкантов. Покупайте диски, покупайте мэр. Не слушайте диски, покупайте МВ-3. Да, хотя бы покупайте, да. Лайки на странице, ставьте вконтакте. И коменты, да. Я думаю, что вы такие там глювицы. Нас очень надыхают и потребуют. И так вы же весьма музычное развивание. Слухайте украинский. Спасибо вам, ребята. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok